Дорогие люди, всем огромнейший привет! Это видео будет из разряда «никогда такого не было» и вот опять. Потому что не планировала я в этом году покупать настольные игры. Но произошел такой момент, такой сдвиг в моей голове, что я поняла, что все игры настольные, которые есть в нашей квартире, они заточены только под нас, только под нашу семью, под наши интересы какие-то, под наши вкусы. А когда к моему сыну приходят друзья, вот так, чтобы я могла их как-то скоординировать вместе и быстренько научить в какую-то игру играть и организовать их, вот таких игр очень мало. Поэтому я решила немножечко наши полочки пополнить. Я вам сейчас буду показывать, что же я купила. Игра, которую мы полюбили уже всей семьей, всей компанией. У меня уже мальчишки в нее играли. И я думаю, что я себе и в кабинет такую приобрету. Это игра, которая называется «Скоростные цвета». Игра «Стиль жизни». Она очень быстрая, легкая, здесь интуитивно понятные правила. Единственное, мы тут органайзер выкинули, который был тут в коробке, потому что в него неудобно загружать фломастер. В чем смысл игры? Очень просто. Раздаются карточки игрокам, детям раздаются карточки. Здесь изображение разукрашено шестью цветами. И, соответственно, у нас есть шесть маркеров стираемых. Каждый смотрит на свою картинку, запоминает, переворачивает. И ему нужно по памяти раскрасить точно так же. Получается весело, шумно, потому что маркеров всего шесть. В чем усложнение этой игры? Всего шесть маркеров. Тебе, например, нужно фиолетовый. Фиолетовый в этот момент занят. Ты берешь другой маркер, в этот момент уже забываешь, а где там, чтобы было фиолетовое. И, в общем, такая суматоха, неразбериха. От этого очень весело, классно. Карточки очень хорошего качества. Фломастер. Ну, вот пока мы играем месяц, в нее играем мы практически каждый день и по много-много раз. И мы, кстати, пока что не использовали вот эти карточки для подсчета очков. Ну, вот как-то не было необходимости. Мы играем на удовольствие, не на очки. Поэтому вот эта игра в скоростные цвета просто превосходная. Я вам могу ее от души рекомендовать, потому что она очень легкая. И я, опять же, повторюсь, хочу ее взять себе на занятия для того, чтобы ребенка разгружать. Особенно у меня есть несколько мальчишек, которые очень любят рисовать и всегда у меня спрашивают. Там, Юля Анатольевна, распечатайте мне раскраску на разминку. А теперь я смогу на разминку давать вот такую потрясающую классную игру. Еще и на время, еще и на память. Потому что именно глаза запоминают, а какой элемент, какого цвета был. Поэтому скоростные цвета – это прям вот рекомендасье. От пяти лет на самом деле можно в нее играть. И эта игра не стареет. То есть, в нее и взрослые. Мы взрослые компании брали у детей, и за столом, прям за обеденным рисовали. Очень классно, очень здорово. Дальше. Вторая игра. Вы от меня уже слышали про нее неоднократно, потому что она у меня давно лежала в корзине. Но все, я ее никак не брала. Это игра, которая называется «Зомби в школе». И это игра, которая растет и развивается и усложняется по мере того, как вы в нее играете. А мы сейчас на самом первом уровне, потому что у нас есть мальчишки, которые попросили, пожалуйста, не проходите без меня уровни. В общем, мы играем в нее по выходным. А если мы играем в нее вот без компании, то мы не отмечаем, ничего не ставим тут себе в листе. В общем, в чем смысл? У нас есть школа. У нас есть школа, здесь есть школа ночью, здесь есть школа днем. Если вы играете вдвоем, то вы играете на ночной территории, потому что, когда школа ночью, здесь есть дополнительные ходы, потому что вдвоем каждый раз возвращаться в раздевалку – это неудобно. А вот когда вы играете 3-4 игрока, то тогда вы играете на дневной территории, и здесь дополнительные проходы, они закрыты. В чем смысл? У нас здесь есть ученики, школьники, и у нас здесь есть зомби. И нам нужно зомби эти не пропустить в школу. То есть нужно на 4 входа повесить замки. И когда вы играете на первом уровне, эта игра на самом деле очень простая. Там буквально 2-3 правила есть, как можно замки навешивать, нужно, не нужно зомби пропускать. Но в чем смысл? Когда вы заработали очки, когда вы уже наклеили определенные наклеечки, когда вы выполнили определенные миссии, то вы доходите до значка с конвертом. Это значит, что вам нужно открыть один из вот этих конвертов. В каждом конверте дополнительные правила. То есть игра усложняется, и у вас есть стимул проходить эту игру снова и снова. То есть эта игра не надоедает. Вот, например, если мы возьмем зомби в доме, ты ее проходишь каждый раз одинаково. Ну да, у тебя там все время по-разному кладутся вот эти фишки, потому что ты их рандомно абсолютно расставляешь. Но суть самой игры не меняется, новые правила не добавляются. А здесь, получается, ты будешь открывать конверты, и игра будет постоянно видоизменяться. Будут добавляться какие-то опции. Я специально не смотрела никакие обзоры, что там добавляется. Для того, чтобы вот эта вот интрига была, чтобы не быть готовым к этому, чтобы было очень и очень интересно. То есть это игра, в которой дети не потеряют интерес. Тем более, вот моему сыну семь, соответственно, его друзьям примерно столько же. И у них вот эта тема всяких зомби, мумий, она для них актуальна. Ну плюс еще тематика, то, что это зомби в школе. Поэтому вот для школьников, для компаний в начальной школе проиграть очень классная игра. Далее. Давайте вот эту покажу вам. То же, в то, что мы играем уже компанией, это игра «Змеи и лестницы». Вообще, игре «Змеи и лестницы», мне кажется, какие-то миллионы лет. И у нас уже с Толей была игра «Змеи и лестницы», но она была классическая, обычная. То есть там и змей, и лестницы уже находились на поле. Их не нужно было размещать. То есть она была, по сути дела, просто обычная ходилка-бродилка. И уже там все лестницы и змеи стояли. Компания «Звезда» эту игру сделала более стратегической. То есть здесь теперь и змей, и лестницы как отдельные элементы. И ты их можешь сам выставлять. То есть по лестнице ты поднимаешься вверх, а змея тебя спускает вниз на игровое поле. То есть ты возвращаешься назад. Плюс они добавили классные опции, где можно ножницами разрезать паутину. Баллончиком там змею, да, баллончиком там змею затравить. И игра становится такой стратегической. На самом деле для компании детей она идеальна. И в нее, кстати, играть вот интереснее именно, когда вас трое-четверо. Вдвоем тоже интересно. Что я заметила? Если играть два игрока, за счет того, что ваша цель побыстрее добраться вот на сотую вот эту клетку, вы не успеваете воспользоваться какими-то другими прикольными штучками. Потому что, ну, там вы две лестницы поставили, две змеи поставили, и хоп, вы уже наверху. А когда вас четверо, у вас больше накапливаются очки, на которые, да, вот здесь есть книжечки с подсчетами очков, их очень много. У вас быстрее накапливаются очки, которые вам дают другие игроки. И вы, соответственно, можете быстрее покупать все, что вам необходимо, и больше это использовать. Поэтому вот втроем, вчетвером в эту игру играть гораздо интереснее, чем вдвоем. Но и вдвоем тоже классно. То есть, если вы, например, просто будете со своим ребенком играть, то тоже будет весело и интересно. Дальше. У меня здесь игра, которая непосредственно дуэлька. Это игра на двоих, и она называется «Замки и катапульты». Вот эту игру мы тоже полюбили прям с первого открытия коробки. Она очень простая, тут не нужно никаких правил тоже объяснять интуитивно, понятно. И вот, например, если приходит один гость, один мальчик, то это вообще беспроигрышный вариант, они с удовольствием в нее играют. Здесь у нас два вот таких поля. И что у нас здесь в этой игре? Здесь у нас строительные блоки для того, чтобы построить замок. Здесь вот есть белые и серые, бежевые и серые. И, соответственно, две катапульты. Замки выставляются на определенном расстоянии, по определенной стратегии. И у нас здесь есть вот такие камни для того, чтобы запускать катапульты. То есть, эта игра больше про механику, про то, чтобы прицелиться, чтобы разрушить замок. То есть, вы кладете мячик, тут есть определенные карты с заданиями, карты с действиями. То есть, это не просто так вы берете и кто попадет. Не просто на меткость. А здесь еще есть определенная стратегия. Вы разыгрываете карты с действиями. У вас там есть карты противников, карты шпионов. И, на самом деле, очень интересно и увлекательно. И очень быстрые партии. И весело. Потому что обычно мы же как, садимся за столом играть или где-то на полу. А здесь игра такая более подвижная. Потому что нужно катапульты запускать. У меня, кстати, ребенок очень хорошо научился этот вот момент оттягивать. Очень интересно. Далее. Следующая игра. Это игра, которая тоже очень интересна играть именно компанией. 3-4 человека минимум. В идеале 6. Потому что получается еще веселее. Это игра, которая называется «Салат удачи». Игра, которая очень хорошо тренирует счет, стратегию, числовую именно стратегию. И вот с первого класса в нее уже здорово играть с детьми. Ну, мы, естественно, любим и со взрослыми в нее поиграть. Очень хорошо. Пришел, увидел, нарубил. В чем смысл? Здесь у нас 6 вариантов овощей. Я тут все скрепила уже. Чтобы мне ничего не растерять. Чтобы все красиво было. И здесь 108 карточек. 6 видов овощей. То есть, каждого вида по 18 штучек. И на обратной стороне у этих карточек есть рецепты. Если вы играете вдвоем, вы используете только 36 карт. Вы всю колоду не используете. Если вы играете 3-4, вы 54 карты используете. Если, соответственно, вас больше 4-х человек, то вы используете все 108 карт. И в зависимости от этого у вас будет определенное количество раундов, определенное количество сыгранного времени. Но эта игра мега-быстрая. То есть, 2-3 минуты, игра закончена, и вы начинаете считать очки. В чем смысл? Вы выкладываете ряд карт овощами вверх. То есть, это у вас будет овощной рынок. Остальные карты вы переворачиваете рецептами. И в свой ход вы можете взять либо рецепт какой-то определенный, либо 2 карты овощей. И вы начинаете по очереди вот это все хватать. Кто овощей хватает, кто рецепты смотрит, у кого какие рецепты, кто что хватает. Овощной рынок постоянно пополняется. И потом 2-3 минуты, и все, начинаем считать очки. И мы смотрим, у кого какие были рецепты. Например, у вас был рецепт меньше всех, чего здесь, капусты. И вы смотрите, если у вас на самом деле из всех игроков было меньше всех капусты, меньше всех карточек с этим овощем, то вы за это получаете 7 очков. Вы себе записываете 7. 5 очков за вид овоща, которого у вас нет. То есть, если вы за всю игру не взяли какой-то определенный овощ, то вы за каждый невзятый овощ получаете дополнительные 5 очков. И здесь вот этих рецептов очень-очень много. То есть, вы сами знаете, очень похоже по стратегическому вот этому наполнению на игру домик или на игру азул. Но они более длинные, более такие серьезные, а это очень быстро. То есть, она вот прекрасно подходит именно для того, чтобы дети играли. И вот у меня дети играют, когда ко мне приходят, я их научила. Я у них как ведущая. Я им помогаю очки подсчитывать, потому что им самим еще это трудно. Но это такой азарт, и это очень быстро. И потом мы начинаем считать. Они пока что еще ничего не думают, не просчитывают. Для них это на самом деле салат удачи. То есть, посмотрим, повезет мне или не повезет. Меньше у меня или больше всех. И вот здесь, например, рецепты. Если у вас попалось, например, за каждый перец, вам дается 3 очка. А за каждую капусту минус 2 очка. То есть, мы начинаем по этому рецепту все просчитывать. Дальше там за каждый перец вот у вас тут 2 очка. Если у вас есть сочетание лук-перец-капуста, вы получаете 8 очков. И за каждое такое сочетание вы получаете 8 очков. То есть, за каждый такой салат. И на самом деле, очень классно, быстро. Со взрослыми, конечно, играть в нее интереснее. Потому что взрослые именно думают. Они выстраивают стратегию. Они начинают понимать, а нужна ли мне тут капуста. Или лучше капусту не брать, потому что у меня есть карточка определенная, за которую у меня очки потом начислятся. И вот, конечно, взрослые немножко по-другому выстраивают игровой процесс. Но с детьми это тоже очень классно. Они постепенно, через какое-то время, они тоже начнут просчитывать. Они сейчас правила окончательно запомнят. Они сейчас наиграются именно вот в удачу. Именно в то, что повезло, не повезло. А потом они начнут тоже считать. Дальше, следующая игра. Это игра по Гарри Поттеру. Игра, которая называется Сага Лэнд. Она тоже очень простая. И она больше идет на память. Здесь строится такое игровое поле в виде пазла. И у нас здесь есть семь деревьев. То есть это про запретный лес. И, кстати, у меня в эту игру играли даже дети, которые не смотрели Гарри Поттер. Потому что она, ну, в принципе, такая независимая. Языка независимая, сеттинга независимая. То есть это не обязательно должно быть именно по Гарри Поттеру. Но так как мы любим Гарри Поттеру, мы вот взяли именно эту тематику. В чем смысл? На поле выстраиваются вот эти деревья. И мы не смотрим, а кто тут изображен внизу. Здесь различные у нас фантастические твари, фантастические существа. Тут есть дементр, клювокрыл. Да, есть у нас кто тут? Олень вот этот патронос. Гаррика. В общем, у нас есть деревья. Они выстраиваются хаотично вот этими картинками вниз. Бросаются кубики. Нужно ходить. Вам выдаются каждому карточки с заданиями. И кроме вас их никто не видит. И вам нужно найти фантастическое существо, которое у вас обозначено на карте. То есть есть небольшое такое пересечение с сумасшедшим лабиринтом. Но здесь ты не ходишь по лабиринту. Здесь ты должен запоминать, а какие существа тебе уже встречались. Потому что когда ты получишь следующую карточку с заданием, тебе нужно вспомнить, открывал ты уже такое существо или нет. Потому что тебе нужно по запретному лесу пройти быстрее всех. И собрать вот эти вот все фантастические существа, которые у тебя есть на карточках. Далее. Игра. Потрясающая она у меня уже была. Но в другой версии. Она у меня сейчас в кабинете. Это королевское домино. Лоскутное королевство. У меня была базовая, самая простая версия. А это я взяла игру, которая три в одном. Где можно по трем сюжетам играть. Королевское... Ой, лоскутное королевство. Истоки. Честно признаться, мы пока играли только в ту версию, как мы играли. И в лоскутное королевство обычное. Где были непосредственно, да, у нас... Где мы королевство выстраивали по принципу домино. Здесь уже племена. Но принцип вот первой игры, он абсолютно такой же. По поводу двух других сюжетов этой игры. Я вам пока ничего не могу сказать. Потому что мы их еще не проигрывали. Мы очень соскучились по лоскутному королевству, по базовой версии. Потому что я вот ее как-то отнесла в кабинет. Мне нужно было детишек, да, я по ней учу выстраивать вот эти все элементы. Потому что просто играть в домино, ну, скучновато. И тем более ко мне ходят уже школьники. Ну, что я буду их учить в домино играть. А лоскутное королевство по принципу домино, оно работает лучше. Оно работает на стратегию. Оно больше дает тебе возможности продумать. И поэтому я взяла, когда мы проиграем остальные сюжеты, я с вами поделюсь. Но я думаю, что будет очень весело. Дальше. Любовная любовь. Это просто будет звезда всех вечеринок. О, какая тяжеленная коробка. Игра Minecraft. Потрясающая. Просто невероятная. Она очень похожа по механике на игру шакал. Кто настольщики, вы знаете, про что я говорю. И здесь просто смотрите, какое огромное количество блоков, которые нужно забирать себе и выстраивать на своем собственном игровом планшете. Здесь указано 10+. То, что она от 10 лет. Но вот у меня Толи 7. И он прекрасно в нее играет. Очень хорошо. Мне даже было тяжелее в нее играть. Потому что я с миром Minecraft не знакома. Там столько новых слов для меня было. Столько новых понятий. Он очень быстро в эту игру погрузился. И мы в нее с удовольствием играем. То есть, каждый играет на своем планшете. Но при этом вам там нужно мобов побеждать. Вам нужно что-то выстраивать. Вам нужно подбирать необходимые для себя блоки. То есть, здесь очень много стратегий. Но при этом вот эта атмосфера Minecraft, которую очень многие школьники любят, она очень сильно затягивает. И я еще давала ее не всем друзьям, которые приходили к Толи. Но они все заинтересовывались. Они все хотели, чтобы я им объяснила правила. Но на это уходит время. Вот есть игры, в которые ты быстро объясняешь правила. И вы в них быстро начинаете играть. Есть игры, в которые нужно сыграться. В которые нужно погрузиться сначала. Отыграть несколько партий, чтобы тебе стало понятно. И потом станет весело. Почему многие люди, взрослые люди, родители в том числе, бросают какие-то настольные игры. Потому что ты читаешь правила, ты ничего не понимаешь. А у многих игр нужно их пройти. Нужно сыграть несколько партий. И вам сначала будет казаться, что как сложно, и как много всего нужно осваивать. А потом вы просто начинаете играть, как будто оно так и было. Вот эта игра Minecraft, она великолепная. Я вообще, если честно, хотела ее Толю под елочку на Новый год подарить. Но не удержалась и не пожалела. Потому что вот несколько потрясающих вечеров мы за ней провели. Это было великолепно. Далее тоже в то, что мы уже играем, это Activity. Ну, Элиас, Activity у нас есть воображариум, но он взрослый. Я пожалела, что я не взяла в свое время Junior. У нас Junior была, мы ее намочили на даче. И мне, по идее, надо было бы обновить. Но потом думаю, ну, возьму Activity. По сути дела, это то же самое. Игра на объяснение слов. Что-то нужно показать, что-то нужно нарисовать, что-то нужно объяснить. И вот сюда же я взяла, кстати, на Азоне за 200 рублей от Феникса. Иначе говоря. По сути дела, то же самое. Только здесь она именно чисто словесная. А вот здесь у тебя есть вариации. Тебе сама игра говорит. А как тебе какое слово объяснить? Тебе нужно его показать, нарисовать или сказать, объяснить, исключая какие-то определенные слова. Activity, ну, это must-have. Это самая такая базовая база, что называется. Дальше. Игра, которую я купила для взрослой компании. Ну, просто я вам здесь ее должна показать, потому что мало ли. Вдруг вы играете тоже. Пока дети у вас играют в свои настолки, вы можете на вечеринке поиграть в свою настолку. Игра, которая называется спойлер. И это игра тоже, которая покорила наши взрослые сердца с первого раза. Потому что суть простая. Это игра «Угадай, кто ты». Это с ободочками, когда тебе крепят на лоб какое-то слово персонажи, и ты должен угадать. В чем фишка этой игры? Вот если обычно мы играем в «Угадай, кто», вы задаете вопросы, там, я существую или не существую, я мальчик, девочка, я там, я реальный персонаж, я из мультфильма, из фильма и так далее. Вы задаете вопросы, вам на них отвечают. Вот в игре спойлер здесь немножко иначе. Здесь вопросы уже есть готовые. Здесь огромная стопка с вопросами. Я вам сейчас покажу. Кстати, что мне понравилось в этой игре? Вот обычно мне самой приходится какие-то пакетики, какими-то резиночками все перетягивать. И здесь все в аккуратных коробочках. И здесь огромное количество карточек, кем вы можете быть. Причем здесь персонажи, понимаете, не зря вот тут на коробке написано, можно играть с детьми, но без детей интереснее. Это на самом деле так. Потому что многих персонажей, которые здесь указаны, дети наши просто не знают. Потому что тут, ой, я некоторые вам не могу показывать, потому что меня YouTube сразу заблокирует. Да, есть и такие. Да, вот, например. Некоторых не буду показывать. Ну, в общем, в чем соль этой игры? То, что здесь есть готовые вопросы. И это не вопросы из разряда «я мальчик или девочка». Это вопросы ситуации. Причем ситуации бывают абсолютно бредовые, как будто. То есть, например, вопрос «Как ты думаешь, какая бы любимая песня у меня была?» И если у некоторых персонажей это может быть очевидная какая-то песня, там «Пора-пора-порадуемся у Д'Артаньяна». Но, опять же, это вы можете ее спеть, если вы хотите, чтобы человек быстро угадал. А если вы не хотите, чтобы он быстро угадал, какая будет любимая песня у мухи Цокотухи? Какая бы любимая песня была, не знаю, там, у Остапа Бендера и так далее, у Ослика и А, у Валендеморта. Вот я была Валендемортом, и у меня там думали люди, а какая бы любимая песня у меня была. Но это ладно, это еще цветочки. Ну, вот, например, «Что я натворил на корпоративе?» И вам нужно подумать, а что бы этот человек мог натворить на корпоративе? То есть, какую ты можешь дать подсказку. «В очереди к какому врачу вы обычно встречаете меня в вашей районной поликлинике?» Ну, как вы будете на такие вопросы отвечать? Или «А как бы я отреагировала, если бы мне нахамили в транспорте?» И вот вы думаете, а как бы Екатерина Великая отреагировала, если бы в транспорте нахамили? И, в общем, от этих вопросов тут огромная стопка, и они тоже двусторонние. «Опишите меня пятью глаголами. Как бы я выглядел на селфи? Покажите, да, если бы я делала. Что можно найти у меня в кошельке?» «Что тут?» «Опишите мою полную противоположность. За какой поступок мне до сих пор стыдно?» «Очень классная. Вот прям великолепная. Мы угорали, у нас аж дети пришли к нам в комнату, потому что, чтобы узнать, а что это там у нас взрослые делают. А мы сидим вот с этими ободками. Один Валендебор, другой Сатана, третий... Третий... не скажу, кто президент одной страны. В общем, классная, просто очень интересная. Вот сейчас на Новый год, чтобы не сидеть просто за столом, выпивать и говорить, обсуждать какие-то новости, сплетни, да, вот так вот, чтобы развеяться, чтобы хотя бы посмеяться с пользой. Дальше. То, что я себе купила в кабинет. Я взяла себе Cortex, и я вам могу порекомендовать вот этот вот Cortex с ароматическими карточками, да, здесь вот этот в красной серии. Здесь именно с заданиями на обоняние. Это очень важно, если у вас, например, дети-малоежки, потому что они такие нюхальщики, да, им нужно... Очень важно ощущать новые ароматы, очень важно их распознавать. Почему очень многие дети, например, у которых очень ограниченное питание, у которых очень скудный такой набор того, что они едят, с чем это часто бывает связано? Это часто бывает связано с таким одним очень интересным, простым фактом, на самом деле, что когда я смотрю на тарелку с салатом, я вижу, из чего он состоит, у меня есть этот жизненный опыт, и я примерно знаю, какой ингредиент будет на вкус, какие ощущения я получу. Дети, у которых нарушена сенсорная интеграция, почему они очень часто избирательны в еде, потому что они не понимают, а какие ощущения они получат от пищи. Им очень сложно пробовать новую еду. Чтобы я сейчас вот в эти... не ушла опять в нейропсихологию, просто запомните такой очень интересный момент. Когда вы своему ребенку с пищевой избирательностью даете много всего, понюхать вот эти арома лото, арома мема, вот такие кортекс-задания, где можно и мозг развивать, и над обонянием работать, то вы ему помогаете интегрироваться вот в этом вот моменте. Поэтому я и с Толей поиграю, и в кабинет себя потом вот для разминок, для того, чтобы с детьми на логику работать, и я ее себе оставлю. Дальше, что у меня здесь, сейчас я вам покажу. Великолепная, потрясающая игра. Мастер логики. Очень классная. Я думаю, что вы могли такую встречать, потому что такая была у Гоки. Я вам сейчас расскажу, в чем смысл этой игры. Здесь есть вот такое поле деревянное. Здесь у нас один из игроков, ведущий, выставляет какую-то комбинацию. Я сейчас выставлю здесь, и вам расскажу смысл. Игра потрясающая, ее прямо от трех, от четырех лет нужно брать. Выставляет комбинацию. Соответственно, игрок эту комбинацию не видит, ребенок ваш. И ему нужно угадать, какие фишки вы поставили. Он выставляет это вот здесь. Соответственно, если ребенок какую-то фишку поставил правильно, то вы напротив ставите, да, здесь белую точку. Тут сейчас покажу вам. Здесь есть вот такие беленькие еще столбики и черные. Если ребенок угадал, и с местом, и с цветом, вы ставите белый столбик. Если не угадал ни с местом, ни с цветом, вы ставите черный столбик. И, соответственно, таким образом ребенок понимает, было ли что-то правильно. Если что-то было правильно, соответственно, эту фишку он оставляет на месте, делает вторую попытку. Вы опять выставляете что-то белым, что-то черным. И таким образом у ребенка есть, видите, сколько попыток для того, чтобы угадать вашу комбинацию, именно которую вы сделали. Вы можете две одинаковые поставить, можете три одинаковые, можете все четыре одинаковые поставить. В общем, вот таким образом это работает. Прекрасно развивает логику, прекрасно развивает мышление. И я хотела купить такую у Гоки, но их сейчас нет. Поэтому я нашла на Озоне. И я вообще на все игры, которые я найду, ссылки, я вам все оставлю. В общем, вот такая у меня была закупочка. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. И увидимся с вами в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok